В преддверии нового учебного года общежития Казанского федерального университета вновь открыли двери для иногородних и иностранных студентов. Заселение стартовало с обучающихся Института филологии и межкультурной коммуникации, Института дизайна и пространственных искусств, Института психологии и образования и юридического факультета. Смотрим. В этом году общежитие КФУ принимает 14 тысяч студентов и порядка 6 тысяч из них окажутся в кампусе впервые. Процедура заселения первокурсников начинается в стенах Уникса, где новоиспеченные студенты проходят инструктаж по пожарной и электробезопасности, а также по охране труда. Здесь же первокурсники знакомятся с правилами пребывания в университете и общежитии, а также информируются о профилактике заболевания COVID-19. Затем после инструктажа мы проводим знакомство с представителями институтов, мы объясняем процедуру, как она будет проходить, что именно нужно сделать с первокурсником в Униксе, что нужно будет сделать в деревне Универсиада. Говорим, когда процедура уже считается законченной и только после этого мы переходим, соответственно, к заселению. Отметим, что в деревне Универсиады преимущественно заселяются именно первокурсники. После сдачи всех необходимых документов студенты получают пропуск, ключи от комнаты и постельное белье. На этом процедура заселения считается оконченной. Далее в целях комфортного пребывания и минимизации стресса новоприбывших в новой обстановке для них устраиваются различные мероприятия с кураторами и педагогами, которые рассказывают об организации учебного процесса, помогают разобраться с правилами пребывания в общежитии, а также делятся полезными советами. Например, какой транспорт выбрать, чтобы скорее добраться до нужного учебного корпуса. Легко, конечно, ориентироваться достаточно. Мне очень нравится устройство деревни Универсиада, очень дома красивые. Очень много новых людей, много разных бумажек, много нужно узнавать, много слушать. Но в целом это что-то новое, это новые впечатления, новые знакомства, поэтому я рада. У нас ожидания, конечно, хорошие. В принципе, с первого взгляда все очень нравится, все красиво, уютно. Для кого-то этот день знаменуется не новыми впечатлениями, а старыми и приятными воспоминаниями. Ведь в стены общежитий возвращаются и студенты старших курсов. Для них в этот день также открыли свои двери общежития в студенческом городке, состоящем из 10 домов. Напомним, что для тех студентов, которые все же решили заселиться в отдельные квартиры, был запущен специальный сервис. Так они смогут найти жилье быстро и без обманов. До 17 сентября студенты смогут получить такую помощь сразу в нескольких точках на территории университета. Одной из точек мы выбрали именно это КСК КФУ «Уникс», потому что она знакома студентам, она не знает, как добраться, и располагается близко, соответственно, к учебным корпусам. Второй тоже, это тоже связано с общежитиями, это на базе общежития номер 8, у нас есть центр для иногородних студентов, центр деятельности. И там также располагаются, еще мы взяли, это такой как бы некий центр нашего студенческого городка, это общежитие номер 4, и с 6 сентября будет функционировать на Гвардейской 9. Ну а для тех, кто свой выбор остановил на университетском общежитии, основная волна заселения завершится 31 августа. В индивидуальном порядке заселение продолжится в сентябре и октябре, что в основном касается иностранных студентов. Напомним, что для них предусмотрены дополнительные правила. При заселении в общежитии необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.